Друзья, помните, я рассказывал о дискорд сервере PlayWithMicro? Так вот, вы можете записаться на турнир в номинации 5 на 5 с призовым фондом в 15 тысяч рублей, где за первое место 10 тысяч на команду. Успевайте записываться с 1 по 14 ноября, места ограничены. Ссылка, конечно, в описании. Мур, привет, друзья, с вами Зверько и гайд на стражила игры, который все еще держится в мете – Сабера. Сабер – один из немногих убийц, у которых есть контроль противника и ощутимая по урону ульта. Также он требователен к карте и навыкам игры за убийц, поэтому я попросил друга с ником Devil, чьи навыки мне нравятся, продемонстрировать игру для вас. Начнем, собственно, с навыков, благо они всем знакомы. Первый навык – летающие мечи. Сабер раскидывает лезвия, которые вращаются вокруг него, нанося урон, а потом возвращаются к хозяину. Вернуть их можно также с помощью второго навыка и ульты. Есть нюанс. В одном из обновлений урезали исцеление от этого навыка, теперь исцеление с них 40%. Чтобы быстрее забирать лес и крипов с этим навыком, вставайте внутрь противника, чтобы разлетающиеся клинки и возвращающиеся наносили урон вновь. Впрочем, этот прием подходит и для убийства героев. Второй навык – нападающий. Тут все просто. Сабер делает рывок в указанном направлении, нанося урон и пересекая препятствия. Комбинируется с первым навыком так. Раскидываем мечи и прыгаем сквозь противника. Мечи летят за вами, также пронзая врага. Ульта. Тройной удар. Сабер подкидывает врага в воздух и наносит три мощных удара. Если вы до ульты раскинули мечи первым навыком, они также нанесут урон. Это одновременно и сильная ульта, и подстава для неосторожного Сабера. Поскольку он остается на месте, подобно ульте Франка. А вот ХП и брони у Сабера заметно меньше. Но эту проблему решим в сборке. Пассивка. Погибель врагам. Нанесение урона цели уменьшает физическую защиту этой цели на 7 единиц. Складывается до 5 раз и действует 5 секунд. Довольно неплохая пассивка. 7 умножаем на 5, получаем минус 35 брони противнику. Действует на каждого, кому нанесен урон. То есть, если вы хотя бы в массовом бою помогаете, раскинув лезвие, вы не только наносите урон, но и накладываете дебаф, увеличивая урон союзников. Эмблемы возьмем, конечно, убийцы. Через первый перк. Поскольку мы должны убивать и неплохо бы увеличить прибыль от этого. А вот способность берем оцепенение. Она пригодится в комбинации. Пройдемся по сборке. Достаточно нетривиальные. Сапоги воина или магические сапоги. Воина дадут прирост защиты, а она нам понадобится. С другой стороны, если у противника автоатакеров немного, то берем магические. Меч отчаяния. Стал популярен у многих бойцов и убийц, как стартовый предмет. Поскольку пассивка позволяет серьезно увеличить урон по ослабленному противнику. А нам это и надо. Бесконечная битва даст серьезный урон пассивкой при нашей сборке и отхил от автоудара. Вновь собираем меч отчаяния для буста урона. Теперь смотрим на сетап противника. От чего нам надо защищаться, от того и собираем последние два предмета. Например, от магов щитафины и золотой метеор. От автоатакеров древняя кираса и шипованная броня. Но вы поняли. Это базис защиты, который очень пригодится в поздней игре. Тактика. Доминация. Ганги важнее леса. Поскольку лес, сайбер чистит долго, а убивает героев быстро. Выформив 4 уровень, вы уже готовы ловить соло цели или ослаблять двойных. Тут важен также опыт, чтобы визуально видеть, способны вы добить противника или его надо предварительно ослабить. Вообще, в течение боя вы должны поддерживать схватки и вырезать соло цели. Собственно, это постоянно цель убийц. Комбо в соло цель. Ослабляете первым навыком, либо, если вы уверены в убийстве, сразу же атакуете ультой. После ульты прожимаете оцепенение и в упор к врагу раскидываете клинки первым навыком. Если враг жив, прыгаете сквозь него вторым навыком, пронизывая возвращающимся клинками. Как правило, такую комбинацию с Киши не переживают даже с полными хп. Что же делать в массовом файте, где большинство сайберов делают две ошибки. Не участвуют, изображая пушера, или кидаются первыми и тут же помирают. Есть два варианта поведения. Во время замеса в упор не лезем, чтобы не поймать фокус, а ослабляем противника летающими клинками. Где-то в середине боя вешаем замок на наиболее опасного стрелка, убийцу или мага. Это в управлении называется режим суперконтроля. Даем в эту цель ульт, оцепенение. Прожимаем второй навык в направлении другого ослабленного героя. Тут как раз должен откатиться первый навык. Скорее всего, вы убьете этих двоих. Второй вариант чуть опаснее, не для 5 на 5. Ослабляем летающими клинками противника. Используем второй навык, стараясь зацепить как можно больше противников. Тут же ультуем, прожимаем оцепенение и бьем с руки. Это базовые вариации ведения боя. И на этом, пожалуй, все. Тренируйтесь в классическом режиме, а не в ранговом. Подписывайтесь на канал, нажимая колокольчик, делитесь видео и ставьте лапки. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова